Добрый, добрый, добрый вечер! Ну что, 4 пика уже прошло, сидим в тишине. Что это за вечеринка такая? У микрофона, друг, это студия Игрокам ТВ. И у нас в GND MLG Pro League первый сезон. Начинаем стрим американского дивизиона. Not Today на втором месте дышат в спину своим первым оппонентам ЕГЭ. Которые там вообще захватили полную монополию в топе турнирной таблицы. Ну и соответственно, Not Today сегодня надо драться нон-стоп. Надо выигрывать катки, надо вообще вырывать каждый поинт у команды Complexity. На данный момент у Not Today 12 поинтов. И на одну игру меньше, чем у Evil Geniuses. У Evil Geniuses 15 очков. Я попозже вам таблицу на экран выведу. Посмотрите все, чтобы верить мне на слово. Ну, короче говоря, минимум, который может сделать здесь, и тоже максимум, который полезного может сделать здесь Not Today, это выиграть катку Best of 2 и всего лишь на 1 поинт отставать от ЕГЭ. Чтобы обезопасить себя сразу за Not Today у нас рифт. У них 11 поинтов. Короче говоря, Рубилова полнейшая. Ну, давайте на пик обратим внимание, потом уже обсудим, что там у нас в турнирной таблице. Это все потом, это все статистика. На данный момент у команды Complexity Gaming уже в пике Бэтрайдер, Леон, СФ и Квапа. Со стороны команды Not Today Чен, Шторм Спирит, Бристл Бэк и, кого я вижу, Шадоу Шаман. Да, наконец-то вернулся у нас Убер Пуш в пик. Еще и Разора сюда. Все, спушили за, наверное, минут 15-20. Ну, понимаете, прекрасно эту пуш-стратегию. Чен, Шадоу Шаман со своими вардами. Разор, который в итоге выходит у нас в Аганим, выходит у нас в Рефреш Рор. Помни Найда. Тут вообще время удивлять. Американская Дота непредсказуемая и беспощадная для СНГшного зрителя. Ну, в принципе, команду укомплектовались интересно. Глянем вообще, сможет ли Complexity Gaming остановить тот пуш, который ожидает их. На Today полностью собрались в нон-стоп-экшен, нон-стоп-забирание товаров и прочее, прочее, прочее. Омни Найт. Как давно я его не видел. И куда вообще у нас Омни Найт отправится? Ну, скорее всего, Свиндл Мелланс у нас будет отыгрывать на Квапе, я так понимаю, на легкой линии. Зизи Дота будет играть на миде, на СФ. Ну, и тут уже Омни Найт вместе с Леоном будут обеспечивать у нас нормальный фарм для своего керри. Ну, по-моему, Квапа все-таки. Если я не ошибаюсь, Свиндл Мелланс исполняет постоянно роль керри. Ну, и здесь, да, судя по затару, именно так Квапа себя вести и будет. И на сложную, конечно же, кто бы еще мог отправиться на сложную, конечно, отправляется Бэтрайдер. Со стороны команды Not Today, Смэш, как я понимаю, отправится у нас на мид. Да, Смэш у нас затарился уже. Ну, талисманом и деревьями будет фармить, фармить, фармить. И все это будет на миде. Ну, а Вэн на разоре отправляется в легкую. Вместе с ним здесь будет МСТ Као и... Ну и, ну и, ну и все. Пока что хватит. Недалеко расположен у нас Чен в лесу. Ну и на сложной соло будет стоять и Фрид. Вообще удивительно, обычно и Фрид отыгрывает на мидлейне. Ну, здесь... Либо на мидлейне, или на керри героя. Ну, здесь видим, что поставили Смэша со стороны команды Not Today. Бойня за топ руну у нас не будет, как я понимаю. Сфрик вообще здесь не боец на ранних левелах. А здесь и Дота отправился на нижнюю руну. Будет ее здесь забирать. Ну, драка у нас до выхода крипов не организуется. Да и пес вообще с ними. Все, по лайнам команды разойдутся. Посмотрим, у кого что и как будет получаться. Пожелаем удачи командам. Not Today должны выигрывать. Должны выигрывать со счетом 2-0 в данном противостоянии. Это главная задача для них. Они, опять же, номинальные лидеры и фавориты данной пары. Отсюда, собственно, и мое видение на развитие данного матча. На Today надо выигрывать, надо бороться, надо вырывать каждый файт. Клопа не керри, а на нюкер. Спасибо большое, ребята. Спасибо. Ближе за полночь. Тут, я смотрю, у нас капитанский сбор. Да, квапа, наверное, нюкер. Просто в квапа будет стоять и фармить. Керри это тот, кто следит за тем, чтобы не пропустить ни единого крипа на лайне. Ну, квапе примерно этим придется заниматься. Кстати, Бэтрайдер не в соло отправился у нас на сложный лайн. Сфрик на умнинайте близко. И будет сейвить своего тиммейта. Ну, здесь вообще крутая должна быть, я думаю, бойня. Тут конкретно пабовский топ. Бэтрайдер вместе с умнинайтом. Против него Разор и Шадоу Шаман. Дабла против Даблы. Ну, настоящее мясо. Настоящее. Вэн уже настелил 28 дэмэджа. Как вообще справляться с Вэном? Он невменяемый. И Фрид терпит. Терпит. Ну, а зачем еще становиться на сложную линию, если не терпеть? Давайте по фарму разберемся сейчас. У кого как дела получаются. У нашего нюкера Дефис Керри. 10 на 4. Свиндлмелланс на первом месте. Даже 11 на 4 по фарму. Натсмэш. На втором месте по Крепстату. 9 на 3. Ну, и здесь дела будут идти лучше. Зизидота отошел. Сам себе стакает. Какая-то маленькая автономия в составе команды Комплексити. Шадоу Шаман с дабл дэмэджем. Может, будет попытка забрать у нас Зизидоту на мите? Нет, нет. Уходит Шадоу Шаман в лес. Ушли с ним в лес. Его мясо есть. Так. Он нашел себе чем заниматься Чен. Вообще даже не обращает внимания на Крипов. Всем здесь занимается Дикокрыл Потрошитель. У него тут права на весь лес. Ну, в принципе, тоже как вариант. В стаке формятся великолепно. Крипы не реагируют. Пришел Шадоу Шаман. Помог формить Дикокрыл Потрошителю. Ну, все, понятное дело, по золоту капает Чену. Но ждем от Чена ранний выход. Как я и говорил, на Тодей просто обязаны... Просто обязаны ранним пушем задавить команду Комплексити. Иначе потом... Ну, потом, наверное, проблематичнее будет драться. Опять же, Гвардия Нэнджел, когда включается... Попробуй подерись против СФ, а попробуй подерись против, ну, той же расфармленной Квапы. Ну, вообще, кстати, серьезного какого-то лейта у команды Комплексити не наблюдаю. СФ Молочага, конечно, но тот же СФ, по-моему, в соло у Розора... Как это слово такое, если цензурно сказать? Короче говоря, проигрывает в соло у СФ. Элементарно статик линк, и СФ становится бесполезным. А там через раскаст Розора в лейте не забираешь. Но, опять же, есть Чен, у него будет мек, у него будет хенд оф гад. Поэтому, честно говоря, на что Комплексити рассчитывают, я не понимаю. У Наттудэй стратегия более-менее ясна. Ну, возможно, я не понимаю. Возможно, Наттудэй, точнее, Комплексити с пятой видят свою страту, и все у них хорошо в итоге получится. Посмотрим. Розор через статик линк и через плазма филд. Качается, максит и то, и другое. По фарму на четвертой позиции у нас Вен. 14 на 5 у него крип стат. Зизидота в миде. 22 на 1. У Смэша 25. У Смэш лайновых крипов фармит. Зизидота, по-моему, уже в лес один раз отправлялся. Ну и на первом месте Клопас. Виндл Меланс уже наубивал 30 штук. Еще и 11 за Денайл. Где Бристлбэк? Айфриту ничего не остается, кроме как в лесу стелить крипов. Добивает одного, добивает второго. Забирает фарм у The Big Bad Bird. Стэн-ин в составе команды Комплексити. 0-0. Файтов не было. Драк не было. Никого не... Ой, как обидно. Как же обидно будет команде на Today. Саву сюда срочно. Смэш врывается у нас на Бэтрайдера. Доигрался. Бэтрайдер доформил. Но, по-моему, у Бэтрайдера сейчас будут капать денежки. Нет, нет. Ну что-то, по-моему, здесь в любом случае Бэтрайдер заработал, но доигрался. На чужое добро позарился. Сразу же отхватил по щам. Сразу же. Смэш не стал это долго терпеть. Хватит это терпеть. Боллайтинг на хайграунд. Через вортекс затащили у нас Бэтрайдера. Расковыряли. Ну, кому я вообще рассказываю, вы, собственно, сами это все видели. Сфрика оставили на сложный в соло. Ну, сфрик у нас серьезный пабовский помощник, пабовский саппорт. Орпу в вином. Стопить, убивать, поливать грязью сверху Бэтрайдером. И поджигать все это. Сф не разбирает Разора в лейте. Да, я это сказал. Разора в лейте, как по мне. В составе команды комплексити никто не разбирает вообще. Так, у нас где-то драка. Ну, это драка на Рошане. Ранний Рошан. Ну, ворды. Ворды поставили не на Тауэр. Ворды решили потратить на Рошана. Почему бы, собственно, и нет. На шестой минуте упал Рошан. Забирает его Смэш. У Смэша по фарму, в общем-то, дела неплохо обстоят. На первом месте он по Нетворсу 3200 уже заработал. Квапа у нас фармит, фармит, фармит. Но Квапа не забирала Фиосблад. Поэтому неудивительно, что на 400 голды Свинду Меланс отстает у нас. Так, Шадоу Шамман у нас. Кого развелил? Ладно, давайте повтор, смотрите. Я запутался уже. На топ у нас перетягивается, как я понимаю, команда на Тодэй. Это повтор. Это мы игру на 10 секунд назад перенесли. Ну что, сфрик у нас наваливает по Вену. Вен пока еще живет. Плазма Филд запустил. Приходит Шадоу Шамана и вместе с Разором просто-напросто разбирают даблу на сложной. 3-0, впереди на Тодэй. Вроде должны пушить, а по факту просто убивают команду Комплексити. Еще не выходил у нас Чен с крипами. Чен занимается фармом и ребят еще с собой не водят. Что у Бэтрайдера? Есть ли вообще какие-то варианты на Даггер? Но пока не вижу никаких вариантов на Даггер, потому как 2 смерти и 22 крипа. Все это, в общем-то, тлен, боли и унижение для команды Комплексити. Зизи Дота изгнан. С мида пошел фармить крипов в лесу. По мане проседает. Готовится выйти в Юл у нас. Мидер команды Комплексити. У Смэша тем временем нового, по-моему, ничего или нет? Нет, все-таки собирается у нас Смэш потихоньку выходить в Оркет. Но я думаю, это будет после Солы Ринга. Непонятно, зачем у него Роупа в Зе Мэджи в Курьере летает. Что он этим хочет доказать всем? Ну, если стандартная сборка, то ждем Солы Ринга. Так, так, так. У нас месиво на топе. У нас Омни Найта развалили. Опять Шадоу Шаман забирает еще один фраг. Так, есть Скин Тауэр, есть Тролль. Сейчас скелеты уже поднялись. Бедный Тауэр. По-моему, проблем у него полнейший. Здесь скелеты, здесь ворды. Нет, Тауэр, скорее всего, отваливается. И никто ничего сделать со стороны команды Комплексити не сможет. Один Бэтрайдер по кустам летает. Смотрит на фундамент Тауэра по топу. Все, первый Тауэр для команды на Тудэй. Восьмая минута, тридцатая секунда. Запомните это время. С данного момента на Тудэй останавливаться не должны. Должны нон-стоп по КД вордов Шадоу Шамана сносить Тауэр за Тауэром. В принципе, все для этого имеется. И пуш крутой. Через Плазма Филд Крипы улетают просто моментально. Опять же, через Молнии Расты. Та же история. Поэтому Лайн пушится великолепно. А Таура пушится еще лучше за счет вордов. Да и драться пока команде Комплексити попросту нечем. Ульты у Омника еще нет. Ну, совсем немного осталось. У ССФа девятый левел. До Иула. До Иула немножко совсем осталось. Там где-то 100 по золоту. На Водит Стоун и на Сейдж Мэск. Бэтрайдер отправился в собственные леса. Ну, так-то, наверное, поблагороднее будет. Потому что по вражеским лесам никто спокойствие ему не даст. Пошел у нас Хекс Вефрита. Тут даже Шадоу Страйк от Квапы. Очень быстро разваливают команду. Комплексити. Тут драка вообще в ноль абсолютно. И даже по демаджу ничего толком комплексити не нанесли. Ну, близко был смешт. Просто-напросто не повезло. Комплексити в неудачное время, в неудачном месте они оказались. Чего не скажешь вам, команде Not Today. Врываются Вена на миде. Возможно, будет первый фраг для команды комплексити. А, возможно, и не будет. Живет у нас Разор. Еще и через плазма Филдской граунда забирает у нас Бэтрайдера. Да что ж такое? У комплексити вообще из рук вся дота валится. Даже немного удивительно. Вроде бы должны драться. Вроде есть Омник. Есть серьезный. Теперь уже да, с позиции Нюкера. Такие Нюкеры, как Квапа. То есть Скрим оф Пейнт, Промакшен и Соник Вейп. Все имеется. Вроде бы должны хорошо драться. А смотришь и понимаешь, что драться можно было бы и получше. Убили Т1 на нижнем лане. По-моему, без использования вардов. Да, все правильно. У Расты по-прежнему варды имеются в скиллбилде. Зацепили Квапу. Теперь Квапа вынуждена отсюда бежать. Смэш не стал врываться. Но тут маны. В принципе, кот наплакал. Некуда вообще. Парню бежать. Все. Толпа крипов. Много всех. Все толстые, все крепкие. Но это фарм для СФ, как я понимаю. Нет. Отводит у нас Чен своих крипов от Тауэра. Ждут, ждут. Варды, Расты готовы. Маны у всех достаточно. Все, в принципе, фуловые по ХП. Кого здесь нет. Здесь только... Здесь только Разора нет. Поставили варды. Тауэр разваливается в считанные секунды. Четвертый внешний Тауэр для команды Not Today. Комплексити пока ничем в плане Тауров не ответили. И Фрид отправляется у нас на топ. Ни секунды вообще спокойствия для команды Комплексити. И Фрид после снесенного Таура идет фармить. Но ему нужно фармить. 2 200 уже на руках. В принципе, готов вангвард. Просто надо приобрести нужные запчасти. А появляется Ring of Hells. Тут недалеко магазин. Я думаю, даже Курьера гонять бессмысленно. К Чену уже летит, как я понимаю, Мекка. Или просто Баклер. Нет, Чен пока до Мекки у нас еще не дорос. Баклер собрал. Ждем появления Мекки. Ну, 12-ая минута. Но, опять же, Чен не занимался фармом. Занимались пушем. Золото делили на всех. Нормальный такой хороший тимплей. От команды Not Today 0.7. Давайте глянем графики. 7000 в пользу команду Not Today. По золоту, по экспириенсу. Это такая же ерунда, только чуть-чуть поменьше. 3000 в пользу команды Not Today. Разорвали Разора на миде. Нет, разорвали Квапу. Как же Разора разорвешь? Квапу разорвали. 0.8. Комплексити сыпятся. Ну что, 15 минут и go next. Что-то мне попахивает здесь гранд-финалами каких-то интернешналов. Сюда бы еще какого-нибудь Веномальсера. И с вардами месиво постоянно на товарах. Толком не деремся. А если деремся, побеждаем непонятно вообще за счет чего. Ну что, у нас влетел Бэтрайдер. Сетку получил. Ну, конечно, тут никак, собственно, не заявить все это. Под репелом сетка залетает без вопросов. В любого персонажа. На то она и сетка. На то он и тролль. Бедняга, затролленный Бэтрайдер, перепуганный, улетает отсюда. Ну, драка захлебнулась. Не стали пушить. Или, может, просто дождались крипов. Hand of God есть. Крипов тут похилят. И надо приюзать Hand of God. Потому что какой-нибудь Flame Break развалит крипов. Это вообще неприятно будет. Ну или хотя бы навязать драку какой-то размен хп. Да, все. Hand of God провязали. Все крипов уловые. Можно идти... Да, можно даже с этой пачкой идти на топ. Команда Complexity понимает, что им не по шансам драться. Они вообще не подходят к своим оппонентам. Я бы не подходил. Правильно делают. Потому что литься дальше, ну, тогда шансов вообще никаких. С другой стороны. Сейчас команда Not Today спушивает последний внешний тавер на топе. Чен уже сюда перемещается. Варды урасты откатятся через 80 секунд. Ну, может, и без вардов получится. Так вот. Спушивает команда Not Today. Это я примерно схему на будущее показываю. Спушивает тавера. Тавер последний внешний на топе. И география команды Complexity обрезается до минимума. Свиндл Мелланс. Еле отсюда убежал. А может и не убежал. Смэш. Продолжает у нас гнать Бэтрайдера. Бэтрайдер на лоу хп. Ну все. Бэтрайдера отсюда, наверное, нет. Уходит с фрик. Палочка-выручалочка команды Complexity. Очень близко. К смерти был у нас Бэтрайдер. По факту выживает за счет подсейва Атомника. Так вот. Дайте же мне закончить мысль. Хватит драться вообще. Остановитесь. Спушивают последний тавер на топе. И география команды Complexity заканчивается вот здесь. Заканчивается на своем хайграунде. Как фармить, непонятно. Только как-то делить пачки крипов, которые будут подходить к хайграунду. Был команды Radiant. Понятное дело, что фарм обрезанный. Никаких артефактов, вменяемых, появиться по такому фарму не сможет у команды Complexity. И там кем драться, непонятно. У SF уже имеется EU и 1600 на руках. Сфину Меланс, по-моему, может приплыть. Да, есть Вижен на хайграунде. Врывается Смэш с Оркедом. Очень быстро копу разобрали. Но это действительно вполне шоу ночь 0.9. Ничем Complexity ответить не могут. 7500 по золоту. 3000 по экспириенсу. Все это в пользу на Today. Ну, возможно, первый фраг будет. Забрали Бристлбека. Наконец-то. Как долго мучились игроки Complexity. Распадается у нас на запчасти SF. Разменяли Эфрита сразу на двух кор-героев команды Complexity. Отвалилась Квапа. Отвалился SF у нас. И пошла дальше погоня. У Смэша все хорошо. В принципе, по мане можно бежать, можно драться. Опять же, есть хоста у нас у Смэша. Все, Вортекс в спину Леону. Леона расковыряли. Шторм настолько уверен в своей неуязвимости, что с гемом полез у нас под Тауэр. Не боится вообще ничего команда на Today. Ну, и нечего, собственно, бояться. 1-11 счет. Преимущество более чем ощутимое. Со стороны на Today Complexity сыпятся по всем лайнам. Сейчас упадет этот Тауэр. Ну, и тогда вообще полнейшая беда для Complexity. Там начнется осада серьезная. Хайграунда. Фарма будет чуть более чем ноль. Да у нас мистер профессор по доте в чате. Спасибо большое за инфу. Нет, на самом деле без троллинга. Окей, учту. Ворды проюзали не на Тауэр. Ворды проюзали на Рошана. Еще один Аегис для Шторм Спирита. Это второй Роха у нас падает. Следующий будет сыром. Хотя следующего, возможно, и не будет. Потому как пачка крипов достаточно крутая. Мека есть. Хенд оф Гад имеется. Чуть-чуть надо подождать. Ну, здесь к тому моменту как раз откатятся ворды Расты. Можно будет пойти сносить, наверное, уже лайн. Даже внешний Тауэр толком не упирался команде на Тудэй. Не оставляют попыток забрать хотя бы один внешний Тауэр игроки команды Complexity. На то приходят, а здесь и Фрид. Нет, нет, не смог заданить и Фрид. Было бы вообще обидно. Я думаю, Complexity ливнули бы через одного. У СФа появляется Даггер. Давайте вообще по вещам пробежимся. Начнем с команды на Тудэй. И для сравнения потом перейдем на Complexity. Я думаю, более чем занимательное будет сравнение. Сенжин Яша практически готов уже у Бристлбека. После Вангварда все это собирается. ПТ Боттл у Розора. Гоним уже готов. 2000 сверху. Ну и базовые артефакты имеются. У Чена. Мека. Аркан Буци. Рингов Басилус. У Шторма. После Оркида появляется еще 1800 на руках. Гем купили. Вообще не обязательная трата, но купили. И у Шадоу Шамана у нас Даггер имеется. Имеется урна. Имеется Аркан Буц. Все великолепно. Дальше смотрим на Леона. Леона Транквилы. Брасер. Ну пока ничего. Умни Найт с Транквилами. Собственно тоже Солу Ринг. Ничего более. СФ. Более мини еще держится СФ. У нас на третьем месте по фарму. Ну развалили в это время кстати Т2 на топ лейне. Ну у Бэтрайдера Даггер имеется. В общем-то все это голые артефакты. Без какого-то дополнительного буста героев по ХП. По какому-то дэмэджу. Собственно бить нечем. Ну и Квапа. Квапа просто Хенд оф Медас. Собрала бедняга. Все. Под репелом бегает у нас Квапа. Но тут дело даже не в репеле. Разваливают. Очень быстро Тауэр. Варды провязали на хайграунде. Не стали тратить их на Т2. Ульта Вена еще будет почти половину тикать. 3000 на руках кстати у Розора. Еще не куплены артефакты дополнительные. СФ подходит у нас. Готовит ульт. Как я понимаю. Нет. СФ у нас не разультился. Просто от Плазма Филда. Пол ХП сносится у команды Комплексити. Да они оторванные вообще. Они байбекаются и собираются драться. Пус. Это великолепно. Конечно только позавидовать можно за Дору команды Комплексити. Комплексити верят в себя. Ну а в кого еще верить собственно здесь. Под репелом летает Бэтрайдер. Готовится в риф. Опять же Бэтрайдер пока у нас абсолютно бесполезный. Ну о чем говорить. 0-4 Бэтрайдер. Тут все бесполезные. Потому что всего один фраг команда Комплексити сделала. У Омника 0-3. У Бэтрайдера 0-4. У СФа 0-1. Кто вообще тут убивал? Квапа 0-3. Кто же если не Леон? Лайн Саппорт у нас забрал единственный фраг. Забрали и Фрита на топе всей командой. Ну спушили топ. 20-ая минута. Топ падает. И ничего хорошего. Поверьте мне команду Комплексити в ближайшие минуты не ждет. Агним начинает появляться у нас у Шадоу Шамана. Чем-то видимо решили ответить Комплексити. Ну скорее всего это последняя надежда для данного коллектива. Надо где-то как-то под смоками на ошибки поймать на Тудей и попытаться перевернуть эту катку. Ну что-то мне подсказывает, что все попытки здесь бесполезные. 16 по золоту, 8 по экспириенсу. Все это на 21-й минуте. Все это без стороны для команды Комплексити. Выходит Комплексити на Т2, как я понимаю. Ну, по-моему уже, да. Уже откатились варды у нас у Расты. Кстати, врываются у нас Финдл Мелленс. Под Сайленсом Квапа, наверное, отсюда не уходит. Спадает с нее Оркит и спадает смертельно. Для Квапы появляется еще и Алтимой Туорп у нас у Смэша. Я думаю, будет выход в Хекс. Тогда у Комплексити шансов будет все меньше. Да уже, какие там шансы? Собственно, это не обсуждается этот раз. Просто досматриваем, пока на Тудей допушат стороны. Все, пошла ульта от Вена, пошла ульта от Шадоу Шамана. Разваливают Т3. Глифа нет, падает Тауэр, падают Бараки. Тут можно даже не бить руками. Сделают все варды, сделают крипы, сделают ульт Вена. В это время перемещаются на нижней лайн игроки. Команды на Тудей, то, о чем я говорю. Тут уже варды сами справляются со всем, что должна делать команда на Тудей по факту. Трольник Роман даже не двигается. Он не хочет бить Тауэр. Он просто стоит и пижонит на хайграунде. Врывается у нас ТЛК. Сразу же ловит сетку от тролля. Разультился Зизи Дота. Но команда на Тудей фуловая. Под репелом бегает Зизи Дота. Статик линк в него. Плюс 140 для Розора. БКБ имеется. Можно драться. Развалили здесь Омни Найта. Развалили Леона. На лоу ХП практически все. Свиндл Меллен. Самый битый, но стоит уже под фонтаном. Ну и Фрид. Ну что ты ему будешь делать? 2000 по ХП. Вангвард имеется. Всего дофигища. Силы много. Ну все. Падает последний барак. Мега крипы на 23 минуте. ГГВП. Гоу Некс. Поздравляем команду на Тудей. Ну примерно так эта игра мне и представлялась. В идеале. Ну на Тудей действительно сделали идеальную реализацию своего пика. Все вовремя. Все по гайду. Все правильно. Безошибочно. Дрались хорошо. Пушили по КД. Великолепно. Поздравляем на Тудей с победой в первой катке. Это в серии Best of 2. Напомню. Нас ждет ответный матч. Соберется ли комплексити. И смогут ли с вертушки дать ответку команде. На Тудей мы увидим. Не очень в это верю. Но все равно. Хотелось бы посмотреть какую-то достойную борьбу. Пока комплексити развалились. И развалились в полнейший... Там я не додумал метафору. Потом придумаю. Все. Услышимся через пару минут. Пока что небольшая пауза. Там немного графики включим. Ребят, у нас музыку нельзя включать, к сожалению, на Твиче. Нас Твич просто задолбал уже по вопросам авторских прав. Поэтому извините. Тишина. Включите музыку себе фоном. А когда включится стрим, собственно, звук не выключайте. Будет тишина. Включится стрим. Я заору что-нибудь. Поймете, что пора переключаться на окно Твича. Не забывайте подписываться. Не забывайте заходить в группу ВКонтакте. Там подписываться. Ну и нажимайте фоллоу под Твичом. Для нас это очень важно. И мы только-только начали. У нас ранние этапы становления. Без вашей поддержки все это не имеет никакого смысла. Все. Услышимся через пару-тройку минут. До связи. Услышимся через пару-тройку минут.